Уважаемые мои женщины, вы многие занимаетесь по моей методике, купили мои диски. Я желаю вам, чтобы вы все-таки посетили мой тренинг или живые регулярные занятия, потому что есть некоторые нюансы, которые вы можете не уследить, занимаясь самостоятельно. И сейчас моя ученица покажет вам упражнение, я проконтролирую правильность его выполнения. Исходное положение, ноги слегка согнуты, корпус наклонен вперед, попу повыше, плечики пониже, спина слегка округленная, не прогибаясь сильно в спине, не перегружая поясничный отдел. Опускаем грузик и начинаем с вами, расслабили мышцы, выдохнули. И начинаем подъем, подтягиваем промежность, животик, пауза, расслабляем. И вот очень важный момент, когда вы подтягиваете промежность, ягодицы не подключаем и подтягиваем животом. Расслабляем. Первое движение мы начинаем подтягивая промежность, животик и расслабляем. Часто ошибка, когда мы прорабатываем связки, девочки начинают сжимать промежность, ягодицы. Покажи они, пожалуйста. Раз, сжали и расслабили. Раз, сжали просто и расслабили. Это неправильно. Подтягиваем промежность, животик, а потом частично помогают ягодички. Это упражнение хорошо укрепляет связки, которые держат внутренние органы. А вот теперь мы можем поработать ягодички. Мы подтягиваем промежность, ягодички и расслабляем. Еще раз промежность, ягодички. И вот очень важный момент, когда я держу тесемочку слегка и ваш животик, я ощущаю правильность выполнения, чтобы вы подключили промежность, стеночки, связочки. И на ощущениях удержания слегка веревочки я чувствую ваш тонус мышц и правильность выполнения. Молодец, спасибо, Аня. Я рекомендую девочкам, естественно, пройти мою консультацию. Это могут быть онлайн-консультации или все-таки прийти на занятия, хотя бы разовое занятие и посетить живой тренинг. Потому что вот такой нюанс, как женщины просто зажимают промежность и ягодицы, результата подключается никакого нет. Связочный аппарат не подключается. А если связки не работают, соответственно, органы малого таза не приходят в исходное положение. Если это опущение есть, если это недержание, то особенно нужно грамотно выполнять. Ну вот такие вам пожелания. Надеюсь, что вы усвоили мою информацию и этому внимания побольше будете уделять при тренировке мышц по моей методике.